Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ, в эфире передача «День за днём». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня выпуски. С октября по май месяц была сделана очень большая работа. Второе рождение школьного музея. Нашим арт-объектом стало вот это дерево с красными лентами. Всероссийская акция «Стоп Вич Спит» в Десногорске. Мне очень сильно понравилось, хотела поинтересоваться другим городом, не только нашим. Итоги марафона «Атомная энергетика России». Картфон мне очень понравился, я теперь отлично. Отчётный концерт коллектива «Калибри». А сейчас об этих и других событиях подробнее. В канун празднования Дня музеев в школе номер 3 состоялось торжественное открытие обновлённого Музея истории Десногорска и Смоленской станции. Музей третьей школы «Наше наследие» создан в 1998 году по инициативе директора Раисы Николаевны Каменевой. Первым руководителем был учитель истории Сергей Фёдорович Калинин. Он вместе с первостроителем Фёдором Николаевичем Носиновским занимался оформлением музея. На стендах отражена история строительства атомной станции и Десногорска со времён его зарождения. В этом году музей отмечает свой 20-летний юбилей. Многие выпускники помнят время создания школьного музея. Хочу большое спасибо сказать руководству школы, что за 20 лет, потому что я помню, в 1998 году, после сдачи как раз и занятой историей, как здесь был создан этот музей, уже придя в 10-й класс, прекрасно помню вот эти вот стенды, которые здесь были простые, были ящики с теми следами, останками Великой Отечественной войны, которые находили наши поисковики. И за 20 лет это всё сохранено, приумножено, и наша история не забывается. 12 октября прошлого года музей третьей школы посетил депутат Смоленской областной думы, директора тамтранса Михаил Лосенко. Он увидел, что музей требует ремонта и предложил свою помощь. С октября по май месяц была сделана очень большая работа. Заменены светильники, окна, полностью косметический ремонт в кабинете. Сделаны новые стенды, обновленные, с добавлением новой информации о нашем городе, о наших предприятиях. И вот сегодня мы в преддверии дня музея провели торжественное открытие обновленного нашего школьного музея истории строительства атомной станции и города Десногорска. И очень благодарны лично Михаилу Васильевичу и всем сотрудникам этого предприятия. 17 мая школьный музей «Наше наследие» получил свое второе рождение. Поздравить школьников с этим событием пришли депутаты областной думы Михаил Лосенко, помощник депутата Олег Синовоз, заместитель главы города Александр Новиков и заместитель директора станции Анатолий Терлецкий. Право перерезать символическую красную ленточку доверили Михаилу Лосенко, Александру Новикову и Наталье Куприенко. Директор школы Раиса Сотник со словами благодарности вручила областному депутату «Благодарственное письмо за неоценимую помощь в обновлении музея». Очень, очень понравилось. Я даже не ожидал. Мне нравится качество первое работы. Я горжусь сотрудниками, а там трансы это они делали. Поэтому вот так надо везде делать, тогда у нас будет везде такой порядочек. Почетные гости оставили свои записи в книге памяти и заверили, что дружба со школой будет плодотворно продолжаться. Сегодня система отечественного здравоохранения непрерывно совершенствуется. Однако до сих пор существуют острые социальные проблемы, которые требуют пристального внимания. Одной из них является глобальное распространение ВИЧ-инфекции. По итогам 2017 года число людей, живущих с ВИЧ в России, составляет более 900 тысяч человек. В группе повышенного риска по-прежнему находится молодежь. Поэтому крайне важно уделять больше внимания информационно-просветительской работе подрастающего поколения. 20 мая – Международный день памяти жертв СПИДа. С 14 по 20 мая в России проходит акция «Стоп ВИЧ СПИД». Наш город присоединился к ней. Ученики первой школы провели просветительскую акцию в холле школы. Символом Международного дня памяти жертв СПИДа является красная ленточка, которая напоминает нам о тех, кто умер от этой страшной болезни. Каждый, кто повяжет ее себе на грудь, надеется, что рано или поздно появится лекарство или вакцина от нее. Наша школа в этом году уже второй раз проводит эту акцию. Зимой мы выходили в декабре в единый день борьбы с ВИЧ и СПИД на площадь города, где раздавали разъяснительные листовки гражданам и красные петлички. Сейчас эта акция проходит под хэштегом «Стоп ВИЧ СПИД» и носит больше разъяснительный характер для молодежи. Мы провели классные часы с Советом старшеклассников. Совет старшеклассников придумал вот такую идею с деревом. Это дерево останется у нас, и мы будем каждый год проводить акции для того, чтобы наша молодежь знала, каким образом передается это заболевание и как его избежать. Ни для кого не секрет, что люди с диагнозом СПИД чаще всего подвергаются пренебрежению в обществе. В холле школы Совет учащихся установил дерево, на котором любой желающий мог повязать красную ленточку и тем самым выразить протест против истерии и невежества, против дискриминации и изоляции больных. Я состою в Совете старшеклассников, которые решили провести эту акцию, и нашим арт-объектом стало вот это дерево с красными лентами. Завершилась акция на улицах города. Волонтеры вынесли дерево с лентами на площадь напротив памятного знака «Ангел-хранитель мира», где каждый прохожий мог присоединиться к мероприятию. 1 апреля 2017 года в Новоуральске стартовал научно-просветительский марафон «Атомная энергетика России». Каждый тур марафона посвящен городу, в котором расположена атомная электростанция. В апреле этого года Десногорская библиотека впервые присоединилась к 11-му туру марафона. В течение всего месяца десногорцы трудились и искали ответы на сложные вопросы викторины «Новоуральск, Десногорск, ключи от города», которые придумали коллеги из Новоуральска, а наши друзья отвечали на вопросы о Десногорске. И 17 мая состоялся телемост между двумя атомными городами, где подвели итоги марафона. В телемосте приняли участие победители викторины Десногорска и Новоуральска. На встречу пришел и заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. Мы рады сегодня приветствовать вас и хотим поблагодарить за такое интересное и самое главное нужное сотрудничество, как для вас, так и для нас. И очень надеемся, что в скором времени это перерастет в большую-большую дружбу между нашими городами, как в принципе между всеми городами присутствия атомной энергетики. В викторине приняли участие более 50 десногорцев. В результате отборочного этапа жюри выделило лучшие работы. Номинации «Групповая работа» лучшими стали Козлова Алина, Янышев Сергей, Овчинников Максим, Соклаков Артем, Шаповалов Дмитрий, учащийся 5 класса 2 школы, руководитель Елена Петрова. Я когда узнала про этот марафон, решила, что это будет очень интересно. Во-первых, дети очень мало знают о том, что таких городов, как город Десногорск, в госкорпорации много, и знать об истории еще каких-то городов, кроме нашего, тоже очень интересно. Плюс опыт общения, опыт коллективной работы и история. Мне очень сильно понравилось, хотела поинтересоваться другим городом, не только нашим, и ответила на интересные вопросы. Нам подарили азбуку новоуральская, это их природа, книжку о нашем Десногорске и диплом. Номинации «Авторская работа» победителями стали Анастасия Ерофеева, Максим Захаров, Роман Миронов, Алексей Петраченков. Для читателей библиотеки размещена выставка работ победителей. В канун Международного дня семьи общественная организация Совет женщин города Десногорск пригласила многодетные семьи на семейный огонек. Праздник организован при поддержке «Атомтехэнерго». В нашем городе 170 многодетных семей. На праздник пришли 9 семей. Каждую семью лично поздравили глава города Андрей Шубин и заместитель главы Александр Новиков. Музыкальным подарком семьям было выступление хореографического коллектива «Кружевница». 17 мая вокально-эстрадный ансамбль «Калибри» представил на суд десногорцев свой отчетный концерт. В зале, как и обычно, на концертах этого коллектива свободных мест мало. У десногорского зрителя он пользуется популярностью. Вокально-эстрадный ансамбль «Калибри» создан в сентябре 2014 года. Руководитель Марина Суржикова. В ансамбле занимаются дети от 5 до 15 лет. «Калибри» – постоянный участник городских мероприятий, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В этот раз на суд творческий коллектив представил отчетную концертную программу, в которую вошли 17 сольных номеров. Коллектив «Калибри» – это большая дружная семья, которая насчитывает 20 воспитанников. На концерте присутствовали и судьи, которым предстояло решить, заслуживает ли ансамбль звание образцовый. Ансамбль получил это звание. «Калибри» Концерт душевный. И так отрадно, что у нас столько молодых талантов. Желаю, чтобы эта сцена была стартовой для них. «Катец» мне очень понравился. Дети – периодично. Все очень понравилось. Дети – молодцы. Марина вообще умница. И, конечно, нам всем не хочется взрослеть и не хочется стареть. Поэтому давайте любить друг друга, давайте дружить. И, в общем-то, этот концерт – это прекрасные эмоции и воспоминания о нашем детстве. Мы все выселенная, мы все выселенная, и мы все тежные верения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.